Вот наш автомобиль Ford. Он специальный, сделан именно для спасательной нашей работы. Здесь основные, это вот гидравлика, бензоинструмент. Это для, в основном, ДТП отрабатываем. Александр Суворов с гордостью показывает снаряжение и технику муниципального аварийно-спасательного отряда. Повод обязывает. 15 лет назад в Щелкове появилась своя служба экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации. Александр Суворов – один из тех, кто работает в отряде с первого дня. Ну, тогда мы пришли, у нас даже не было машины. И толком даже не было места, где мы должны находиться. По сравнению с тем, что было 15 лет назад, это земля и небо. То есть и техники, и оборудование. Очень много появилось для спасения людей. Это очень, конечно, радует. Аварийно-спасательный отряд помогает экстренным службам в ликвидации последствий ДТП, пожаров, предотвращает несчастные случаи в быту. Алгоритм действий спасателей чётко отработали СМВД и МЧС. В последние годы это действительно так. Первые места занимает аварийно-спасательное формирование Щелковского городского округа. Успехов во всём и просветания. Профессиональные заслуги спасателей отметила администрация округа. Среди награждённых – старшие дежурные смены. Многие ранее удостоены почётного звания «Заслуженный спасатель». Два года назад у отряда появился рыжий талисман – корги Маруся. Ей исполнилось шесть лет. Вокруг добродушной собаки возник весёлый корги-отряд, который помогает людям, оказавшимся в затруднительной ситуации. Так, семье Хархардиных, где подрастают дети с особенностями развития, в прошлом году спасатели подарили породистого щенка. Поздравляем нашу корги-отрядку, в который мы недавно вступили. Нам очень приятно быть в этом отряде. Он делает очень много добрых, хороших вещей. Не без участия соцсетей произошло знакомство щёлковских спасателей с внештатным корги-полицейским из Нижнего Новгорода. После нескольких месяцев переписки два талисмана встретились. Это единственная порода корги, которая служила именно в российской полиции. В России больше нет ни одной служебной собаки, породы корня. Очень приятно встретили у Сану Вагона, очень радушно, гостеприимно. Нам очень нравится этот праздник. Пёс по кличке Рыжий семь лет служил в управлении на транспорте МВД России по Поволжскому федеральному округу. Начальник ведомства, генерал-майор Александр Бережной, передал спасателям поздравительный адрес. За 15 лет щёлковский отряд, состоящий из нескольких специалистов, вырос в подразделение с собственной единой дежурно-диспетчерской службой в штате 88 человек. Вся техника, эвакуаторы, средства для поисковых работ на воде и в лесу сосредоточена в одном месте. Здесь не было ни забора, ни территории, ни пирса. Мы здесь привели в порядок, построили штаб, сделали, что наша вся служба, она теперь автономная. Мы были пионерами в этом деле. И пионер это первый. Мы хотим остаться в этом деле первым. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, Щёлковское телевидение.